Всем привет! Сегодня видео будет посвящено моим покупкам по 13 каталогу компании Faberlic, что новенького я там приобрела. И еще будут остатки новинок по 14 каталогу. И так, кому интересно, то приятного просмотра! Итак, давайте, наверное, начнем с продукции 13 каталога. Как я и говорила, буду приобретать полноразмерную версию нового средства для мытья посуды, который идет с биоэнзимами, с ароматом яблочек. Мне аромат очень понравился. Он мне из бутылька нравится, хоть и концентрированный. Я такие средства не развожу водой, хотя его можно разводить. Артикул у него 111,94. Хорошо посуду отмывает, и от нуля плюс то, что идет, можно использовать. И аромат мне очень нравится. Теперь вот это, наверное, будет моя любимка из всех ароматов, что там представлено. Также я решила попробовать стиральный порошок для черных тканей. И у него такой интересный окрас синюшный. Но ничего такого не остается, конечно же, на белье. Да и, в принципе, на черном его и не увидишь. 11,221 у него артикул. 500 мл здесь идет. Я добавляю на полную стирку. Это у меня 5,5 кг идет машинка. Я добавляю полный флакончик. Один раз я уже в стирке использовала этот гель. И, в принципе, неплохо белье отстиралось. Запах здесь идет стандартный, в принципе, как и во всех гелях, которые представлены у Фаберлик для стирки. Но вот мне кажется, что все-таки у геля для белых тканей запах не такой насыщенный, как здесь, например. Но, в общем-то, на одежде после его использования я запаха тоже не ощутила. Может быть, из-за того, что я кондиционер добавляла. А следующее тоже, что касается косметики для дома, была акция на карандаши пятновыводителя. При покупке двух дополнительная скидочка. И мы с мамой скооперировались. Так как, чтобы два сразу покупать, то это много, по крайней мере, для меня. Карандашик она очень долгое время хватает. И из всех пятновыводителей, что представлены в Фаберлик, вот этот вот самый, на мой взгляд, достойный. Артикул у него 111.52. Выглядит карандашик, кто не знает, сейчас покажу, каким образом. Вот такой вот идет упаковочек. Упаковка, сразу скажу, не очень удобная. В плане того, что его здесь идет как бумага, ее нужно постоянно отдирать, чтобы что-то намазать. Но отлично удаляет пятна, различные застарелые пятна. Поэтому сейчас мне, в связи с тем, что маленький ребенок в семье появится, будет очень актуально. Решила я приобрести колготки себе черные, обновить 60 денвелюровые. Взяла я себе, как обычно, двойку. Отличные колготки. Качество просто отменное. И предыдущей версии мне хватило на три года. Причем я не то, что там в один сезон, я и зимой, и осенью, и весной их могла носить. И вот представляете, на три года мне этих колготок хватило. На носочки у меня колготки никак не порвались. Просто по длине появились, так скажем, не трещинки, а когда растягиваешь, как такие полосочки растянутые. И поэтому решила обновить. Тем более, что сейчас они подешевле выходят. В следующем каталоге они будут дороже. Но колготки, повторюсь, очень классные. И качество у них отменное. И последняя из 13 каталога. Это новинка. Взяла пролексир масочку попробовать. Мне очень понравились патчи из этой обновленной линейки. И решила попробовать вот эту гелевую маску. Гелевая маска идет двойного действия. Уважнение питания. Здесь идет такими компонентами вкусными. Это смесь аминокислот Продел-400. Не знаю правильно, как произносится. Которая идет как увлажняющая добавка. Потом гелевая вера. Пептидный комплекс Пролексир С20. 75 мл в этой масочке. Также гиалуроновая кислота здесь идет. И стабилизированная формула карбамида. В общем-то всякой всячности здесь понапихана. Была она здесь запакована, запаяна. Сама маска гелевая. Хорошо разносится. Имеет довольно-таки насыщенный яркий аромат. Который мне не очень нравится. Потому что я его слышу, пока на мне маска находится. Маску нужно наносить на очищенную сухую кожу. Ровным слоем. Ставить на несколько минут. Смыть водой или удалить излишки салфеткой. Не знаю, как насчет излишки салфеткой. Потому что липкость на лице чувствуется от нее. И ее обязательно надо, на мой взгляд, смывать. Я ее ношу и 20, и 30 минут. Не несколько минут, сколько здесь указано. Использовала я ее два раза. И знаете, как-то вот, если честно, она меня особо не впечатлила. Может быть здесь все-таки накопительный какой-то эффект. Но вот прям мгновенного эффекта я не увидела, что прям ух, как кожа засияла, стала красивой. Нет. Да, какое-то увлажнение легкое, приятная, гладенькая кожа. Но в принципе и все. За свою цену, мне кажется, можно и подешевле масочки найти. Но опять же таки, повторюсь, может быть здесь какой-то накопительный эффект идет. Но пока что я ее не поняла. Еще из 13-го каталога, их новинками, я взяла кардиган, себе наконец-то урвала. Так как сразу я как-то не заказала с начала действия каталога, а потом уже размеров не было. Взяла я в 42-м размере. И кардиган такой вот, можно видеть, да, на камеру чернильного оттенка идет, с люрексом и с такими под кожу рукавами. 42-й размер идеально на меня сел. Конечно же, в связи с тем, что у меня животик, может быть, это не очень смотрится. Но я потом как-нибудь покажу, как это выглядит. По качеству, в общем-то, меня кардиган устроил. У него приятная ткань, хоть и люрекс, но не колючая. И, в общем-то, вот эти рукава под кожу тоже приятны на ощупь внутри. Здесь идут кармашки с двух сторон, с одной и с другой стороны. И все, в общем-то, неплохо пришито, сшито. Шовчики все ровненько. Буду его носить с удовольствием. Еще мне должны прийти леггинсы тоже под кожу. И как раз-таки вместе я буду это носить. И придут мне леггинсы позже, они в автозаказе. Я их тоже долго не могла выцепить, размеры, которые бы мне подошел. Поэтому общий комплект я покажу уже потом, когда придут леггинсы. Ну и, соответственно, когда я уже рожу. Мой рост на 160. И у этого кардигана рукава мне идут вот прям как надо. А у тех, у кого ростовка больше, то рукава могут быть короче. Вот это я замечу. Ну и давайте, наверное, перейдем к новинкам 14 каталога. То, что я забыла показать. Я могу. В общем-то, приобретала еще тоже из косметики для дома новое мыло для кухни выйдет. 11-210 у него артикул. Также 300 мл. И с ароматом орхидеи. Очень вкусный аромат. Для меня он какой-то даже парфюмированный, мне кажется. И на руках прям остается. И долго я его ощущаю. А по очищающим свойствам мыло, такое же, как представлено мыло у Фаберли. Хорошее. Мне нравится. С удовольствием пользуюсь. Постоянно покупаю, чтобы у меня на кухне оно стояло. А также в довесок к заказу мне пришлось приобретать вот такую новиночку. Это палочки для маникюра. 96-44 у него артикул. Длина 12,5 см. Материал дерево. Сделано в Китае. И здесь их 10 штучек. Оно по качеству вроде бы неплохие. Попробую поближе показать. То есть стандартные палочки. С одной стороны идет скошенная. Срез скошенный. С другой стороны идут вот такие иголочками. Буду пользоваться. В принципе, по-моему, за ту стоимость, которая не представлена. И в магазинах они также стоят. Ну и последнее, что я вам покажу. Это дождалась я пробник. Выйдет новая водичка. По-моему, выйдет она в 15 каталоге. Это водичка платинум. Но сейчас можно приобрести уже пробничек, чтобы ощутить аромат. Наносить я его сейчас не буду. Так как аромат вообще не мой. Я почему-то совершенно его по-другому представляла. И когда нанесла на себя, начала его слушать. И он очень резкий. Первые ноты это резкость. Шипр прям идет сильный. А потом идет сладость. Но все равно вот эта нотка шипровости и резкости, она хоть и угасает. Но все равно она чувствуется. И на мой взгляд, этот аромат очень похож на ароматы, которые представлены как рубис, аромиата, что-то из восточного. Но это определенный шипровый какой-то аромат. Сладко-шипровый. И вообще ни капельки, ни из моего карсинала. Аромат этот имеет просто мега стойкость. Я и стирала, и смывала, и пошла, и белье постирала. И все равно он у меня остается на запястье. Зараза такая. И прям душит вот этот шипр меня. Но это абсолютно не мой аромат. Поэтому могу посоветовать только тем, кто его любит. Ну и стойкость, конечно, 5 плюсов ему. Но не мое. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, видео было для вас полезно и информативно. Поддержите пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем до скорых встреч. Пока-пока.